Мы с вами в папете добрались до того, чтобы управлять службами, но для того, чтобы ими управлять, нужно сначала научиться самому эти службы писать. Мы немножко говорили о службах, когда разбирались с LPI, сейчас делаем с вами практическую такую задачу, как написание собственного демона для Linux. Тут дело осложняется тем, что у нас в Linux есть несколько систем инициализации, которые сейчас более-менее приходят к стандарту. Мы начнем с самой первой системы инициализации, которая у нас сейчас еще может встретиться. То есть это инициализация классическая C-SV и напишем демона для этой самой C-SV. Разобьем создание демонов на три части. Сейчас у нас классические демоны C-SV, которые у нас по умолчанию, по идее, используются в всяких RedHat-подобных операционных системах в версии 6 и ниже. То есть всяких CentOS-5, 6-х они есть. Я на всякий случай напомню вам, что это классическая инициализация C-SV с ее run-level. Она используется у нас в дистрибутивах, как на картинке RedHat, CentOS, ну и прочие RedHat-подобные, 6-ая версия и ниже. То есть в 6-ой версии тоже еще есть C-SV. Далее в Debian до 7-ой версии, включая 7-ую версию. И Ubuntu использовала в древней версии 6.10 и ниже инициализацию в стиле C-SV. Потом они все переходили к более современному. Но об этом мы в следующем слайде поговорим. Интересно то, что сейчас до сих пор у нас и RedHat, и CentOS вполне себе поддерживают инициализационные скрипты, написанные в стиле C-SV. Поэтому я вам смогу показать это на самом последнем RedHat, точнее CentOS 7. Ubuntu сейчас уже сопротивляется этим системам инициализациям и скриптам, написанным под нее. Поэтому для них мы будем записывать следующее видео. Мы сейчас находимся с вами на 7-ом CentOS. Чаще всего дела у нас обстоят так. Есть какой-то скрипт, написанный программистом, из которого нужно сделать демон, который должен будет постоянно выполняться. Можно с каким-то интервалом. Чаще всего это именно какая-то программная часть, написанная в каком-нибудь языке программирования, что-нибудь связанное с базой данных, с чтением, информацией, отправкой ее куда-нибудь, индексацией и так далее. Обычно, если этим занимаются программисты, они просто создают задачу, которую засовывают в крон. Здесь очень много, конечно, минусов. Во-первых, у нас задача становится неуправляемой. Нам придется каждый раз редактировать крон и управлять демоном через его айдишники. Это же не демоном, а задачей. Кроме того, мы не сможем выполнять задачу чаще, чем раз в минуту. Далее, если у нас задача уже запущена, через минуту она снова будет запускаться, и, возможно, появятся какие-то популирующиеся действия, и можно будет полностью замусорить ресурсы машины или просто некорректно работать с вашими данными. Поэтому по-хорошему нужно писать демон, и этот демон будет выполняться. Мы с вами поступим таким образом. Мы напишем простенький какой-нибудь скрипт, и затем этот скрипт превратим в демон, который будет работать в стиле антилизации CISV. Значит, прежде всего, давайте подумаем, какой будет у нас скрипт, сделаем какую-нибудь ерунду, чтобы не сильно заморачиваться. Например, запустим такой примитивный мониторинг, который будет смотреть, насколько у нас загружен процессор. Есть команда Uptime, вы знаете, простенькая команда Uptime, которая показывает нам загрузку за последнюю минуту, 5 минут, 15 минут. Я предлагаю, допустим, раз в 30 секунд проверять загрузку за последнюю минуту, и если эта загрузка больше, чем какое-то значение, выдавать какое-нибудь предупреждение. То есть практической ценности в этом никакой, есть куча систем мониторинга, которые решают эти задачи, но тем не менее. Значит, для того, чтобы реально понимать, как у нас, насколько справедливо считается средняя загрузка, нам нужно посмотреть, сколько у нас ядер. Я могу это сделать, просмотрев информацию в файле Proc.cpo.info. Там очень много информации, я сейчас отгруппирую ее по ядрам, и увижу то, что у меня всего одно ядро. Если бы у меня было несколько процессорных ядер, у меня эта бы строчка повторялась несколько раз. Значит, я предлагаю отслеживать вот это вот последнее значение. Это последнее значение будем отбирать очень просто. Мы возьмем команду Uptime. Вот она. И из эту команду Uptime будем передавать стандартный команде tail, и будем выводить последние несколько символов. Насколько я помню, там в конце еще пробел, поэтому последние пять символов. И вот я вижу то, что за последнюю минуту моя загрузка 0.05 была выведена вот в такое вот число. Это число не является целым. Вы видите, это число дробное, десятичное. Bash у нас по умолчанию не может работать с десятичными числами. То есть, если я захочу слать какие-то предупреждения в том случае, если это дробное число больше, чем какое-то другое дробное число, мне нужно сравнивать эти дробные числа. Для этого есть очень хорошая программа, которая называется BC Basic Calculator. Этот Basic Calculator может делать много чего. В частности, он помимо всего прочего может еще работать с десятичными, ну и с прочими дробями. Все, что угодно может делаться. Поэтому я этот BC сейчас установлю и буду его использовать в нашем скрипте. Готово. Значит, покажу пример работы BC. Ему нужно передавать данные на вот. Я буду их передавать командой echo. Например, я скажу 5 больше 3 и передам эту информацию в BC с ключом минус L. Если 5 больше 3, вы видите, BC возвращает не единичку. Я могу сказать, допустим, 2 больше 3 проверить условие вернет 0, потому что это неверно. То есть, true и false. Вот назначение. Таким образом работает BC и мы сейчас будем его использовать в скрипте. Создадим скрипт. По-хорошему, все наши скрипты, все дополнительное программное обеспечение нам нужно складывать в папку opt. Поэтому я создам файл командой vim по пути opt и назову его, например, checker shell. Он будет у нас проверять информацию. Так, у меня не установлен vim. А я бы хотел им воспользоваться, поэтому давайте мы еще и vim поставим. Я поставил minimal centos 7. В нем нет практически никакого программного обеспечения по умолчанию, поэтому нам придется вот так вот доставлять все, что нам необходимо. Готово. Поставилась куча зависимостей. Теперь мы можем писать наш файл. Значит, по умолчанию, вы помните, скрипт у нас начинается с символа shebang. Плохо видно синим шрифтом. Решетка, восклицательный знак, bin bash. Но я выложу мануал на Яндекс.Диск. Далее в скрипте давайте зададим значение переменной limit. Limit и, скажем, по умолчанию, чтобы у нас этот скрипт работал, 0.02 будет. Вот такая вот загрузка. Вы можете почитать по аптайму, что значат эти значения, как их правильно рассчитывать, исходя из количества ядер и так далее. Значит, в следующей переменной мы присвоим значение той команды, которую мы с вами уже выполняли. Берем с вами двойные кавычки, потому что нам нужно снимать значение другой переменной. В частности, будем использовать аптайм точно так же символ конвейера tail минус c5. У меня что-то стена стала звенеть напротив меня, и вам это должно быть на видео неприятно. Я что-нибудь придумаю и повешу, что ли. Значит, теперь пишем условия. Условие будет простое, у нас сокращенное. Если, сразу создадим вот такие вот кавычки, ну, к скобке круглые, переменная, в переменную пишем ту команду, которую мы с вами уже выполняли, то есть сравнение значений. Если, в кавычках, значение переменной last, то есть последние сведения о загрузке нашей системы, больше или равны значений переменной limit, которую мы указали в самом начале нашего текста. Нам нужно эти данные для сравнения передать в команду basic-calculator минус l. Готово. Скобки закрываются. Точка запятой. То есть, в результате выполнения этой команды у меня будет единичка или ноль. По умолчанию, если единичка, тогда выполняется, допустим, простая команда эхо. Просто выведем себе в консоль какую-нибудь информацию, чтобы проверить, как у нас скрипты работают. Значит, предупреждение, например, add$ и возьмем значение переменной date, чтобы понимать, во сколько у нас было предупреждение. Конец условия. Fee. If заканчивается. Fee сюда. Сохраняем. Сразу же давайте добавим бит исполнения нашему скрипту, чтобы мы его могли проверить. Пользователю, владельцу разрешаем выполнить этот файл. И проверяем, насколько у нас этот скрипт работает. Да, опять же, нужно делать отправ с правильным суперпользователем, потому что владельство файла у меня суперпользователь. И вот он говорит, да, предупреждение действительно у меня значение большое, потому что если мы сейчас выполним команду dive time, мы видим то, что 0.05 загрузка за последнюю у нас минуту, это больше, чем 0.02. Таким образом, скрипт у нас сейчас работает. Значит, если мы хотим превратить этот скрипт в демо, нам бесполезно, что он вот так вот будет слать информацию в консоль, поэтому лучше сразу в скрипте прописать, куда ему нужно выводить сведения о этой работе. Например, попросим скрипт наш, чтобы он добавлял эту информацию в файл с логом. То есть не сюда выводил эхо, а добавлял это в какой-нибудь файл var.log.checker. Вот так вот. Сохраняем изменения. Создадим этот файл, чтобы убедиться, что у нас все будет в порядке, var.log.checker. Снова выполняем наш скрипт. Опять же, с правами суперпользователя. Проверяем содержимое файла var.log.checker. Видим то, что в лог дописалась информация. Важный момент, опять же, если мы запустим вот эту задачу как демон, она будет у нас выполняться непрерывно. Это может быть удобно, если вы постоянно проверяете какое-нибудь изменение в базе данных, какие-то журналы, какие-то файлы, может быть, вы мониторите какие-то запросы с веб-страницы. В данном случае у нас это будет выполняться очень-очень быстро. У нас постоянно будет выполняться этот демон, поэтому у нас лог будет замусориваться капитально. И для того, чтобы этого не происходило, в данном скрипте я предлагаю еще взять и в начале, может, не в начале, а здесь перед выполнением цикла, сказать, чтобы у нас еще был какой-нибудь тайм-аут. Например, сейчас задам я тайм-аут 10 секунд. Таким образом, у нас будет демон выполнять эту задачу раз в 10 секунд. Можем сейчас проверить. Если я его запущу, он подождет 10 секунд, после чего у нас информация допишется в лог. 10 секунд прошло. Проверяем содержимое лога, и видим то, что вот у нас появилась новая запись. Только я почему-то это через букву D написал. И по-хорошему, конечно, в логе в начале должна быть дата и время, а потом сообщение. Но у нас это банальный простой скриптик, который мы сейчас будем превращать в демон. То есть первая часть, скрипт для демона у нас уже есть. У кого есть вопросы по его написанию, задавайте. Я так рожевывал сейчас написание скрипта, что думаю, что превращение его в демона лучше ввести в отдельное видео. То есть сейчас у нас с вами уже есть скрипт, и этот скрипт мы будем в различных системах инициализации, на различных дистрибутивах превращать в демона. В одно видео, думаю, лучше не мешать. Попробуйте у себя, создайте какой-нибудь исполняемый скрипт, убедитесь в том, что он работает, то, что он пишет логи. После этого сможем продолжать работать дальше.